Доброго времени суток вам друзья! Мы в курсе что вы давно ждали от нас обзор джойстика от компании ВКБ, но нам надо было больше времени чтобы понять насколько хорош гладиатор с космосимой. Именно об этой сборке джойстика мы сегодня и будем говорить, но прежде чем приступить к обзору данной сборки мы бы хотели немного рассказать о производителе. Сама по себе компания работает не по совсем стандартной бизнес модели, ибо получение максимальной прибыли не является ее основной целью. Она была создана единомышленниками объединенных общей идеей сделать полеты как в небе, так и в космосе максимально комфортными. Одним из важных для нас моментов при выборе джойстика было то что сами программисты, конструкторы и инженеры продукта являются виртуальными пилотами, а это означает одно, ребята как никто должны понимать что именно подойдет геймерам лучше всего. Второй немаловажный факт повлиявший на выбор данного джойстика это качество продукции. Скажем честно в самом начале мы испытывали определенный скепсис, зная что космосима выполнена из пластика, но уже после распаковки джойстика были очень удивлены качество материала несмотря на то что завод по производству продукции ВКБ находится в Китае. За все время использования джойстика нареканий совсем не было. Он выполнен из качественного ABS пластика по принципу лития под давлением, это позволяет добиться отличной подгонки всех элементов конструкции, нет люфтов или каких-либо скрипов при движениях. Ручка выглядит монолитно и комфортно лежит в руке. На зонах аквата имеется текстура в виде шагрени, что очень удобно и не позволяет скользить руке в процессе. Все собрано добротно, исполнение материал деталей также без нареканий. Нажатия любой из кнопок четкие и осязаемые. Залипаний провалов либо скольжений от одной кнопки к другой вообще не было за все время полетов. Третий факт это цена. Инженерам из ВКБ получилось совместить в одном продукте качество по вполне приемлемому ценнику. Рекомендуемая цена стандартной базы от производителя составляет 120 долларов США, а премиум 150. Если говорить о ценах в Европе, то 142 евро стоит стандартная база и 185 премиум с учетом налогов. Считаем, что это веский аргумент в пользу данного изделия. Что касается технической поддержки или получения консультации по настройкам джойстика, то вы всегда сможете их получить на форумах, ссылки на которые мы оставим в описании в видео. Также в сообществе CodeGaming пилоты имеющие джойстики всегда рады помочь новичкам и поддержать их в освоении данной продукции. Ссылку на сервер дискорда также оставим в описании в видео. Железо. Гладиатор NXT предусматривает выбор из четырех ручек. База сделана симметричной, поэтому левшие и правшие получат полностью идентичные расположенные органы управления. Радикально новый кардан. Мощный, крепкий, выносливый. Выполнен из усиленного стекловолокном PA пластика. Ручка. Стандарт или премиум. Левосторонняя или правосторонняя версия. Твист с блокировкой на бесконтактном датчике MARS. Гашетка двухступенчатая. Три хатки с центральным нажатием. Четырехходовые. Три кнопки. Программируемый красный светодиод. Программируемый RGB светодиод. В версии премиум есть возможность замены хатки на министик, а также кнопочного модуля на хатку. База. Два бесконтактных датчика MARS по оси X и Y. Два колесных энкодера. Одна аналоговая ось. Колесо газа. Три кнопки. Два программируемых одноцветных светодиода. Премиум версия включает в себя дополнительный комплект пружин для оптимальной настройки желаемой загрузки. Платформа Enjoy32. Поддержка до 128 кнопок и программирование всех осей джойстика в любых режимах, а также механизм виртуальных осей и триммеров, которые управляются посредством нажатия определенных кнопок. В энергонезависимой памяти контроллера сохраняется сама конфигурация, данная по калибровке осей, назначению кнопок и других параметров. Настройка джойстика не вызывает каких-либо проблем. Все готово уже из коробки. Достал, подключил, быстрая калибровка и полетели. Для игроков, неискушенных сложными настройками, будет достаточно и обычных параметров. Любая игра или симулятор без проблем распознают Космосиму и дают вам широкое поле для конфигурации. Но если вы настоящий фанат и вам необходимо выжать из джойстика 200% всех возможностей, Космосима с помощью вам их предоставит. Конфигуратор платформы WKB Dev CFG C позволяет гибко настроить множество самых разных параметров, комбинаций кнопок или макросов для самых требовательных и амбициозных пилотов. Мануал на 149 страницах прилагается. На стримах и в комментариях под видео нас попросили поделиться раскладкой своего джойстика. Итак, раскладка на ручке Космосиме. A1. Министик. Назначены следующие функции. Вверх. Стрейф вверх. Вниз. Стрейф вниз. Влево. Стрейф влево. Вправо. Стрейф вправо. Помимо этого, министик еще работает как кнопка нажатия, которая на данный момент остается без назначения. A2. Кнопка. Подготовка и запуск ракеты. Первое нажатие. Захват цели для подготовки запуска ракеты. Удержание данной кнопки. Запуск ракеты. A3. Хатка, на которую были назначены перераспределения мощности щитов. Вверх. Повышение мощности переднего щита. Вниз. Повышение мощности заднего щита. Влево. Повышение мощности левого щита. Вправо. Повышение мощности правого щита. Нажатие на хатку. Возвращает щиты в исходное положение. A4. Хатка. Вверх. Увеличение ограничения скорости. Вниз. Снижение ограничения скорости. Влево. Включение-выключение режима Декаплд. Вправо. Включение-выключение системы посадки, а также зажатие данной кнопки сопровождается автопосадкой. Нажатие на хатку. Квантовый прыжок. B1. Кнопка. Отметить и захватить выбранную цель. Выставлено на одну кнопку две функции для удобства. B2. Мини-триггер. От себя выпустить помехи. На себя выпустить контромеры. Ловушки. C1. Хатка. Вперед. Газ вперед. Назад. Газ назад. Нажатие на хатку. Круиз контроль. D1. Кнопка. Выпустить серию контромер. Ловушек. И на кнопку огонь назначено две группы корабельного оружия для удобства. Что касается базы, гладиатора, то на данный момент кнопки остались нетронуты, кроме колесика энкодера 1, на которой назначена регулировка мощности добывающего лазера. Скорее всего остальные кнопки базы также будут отправлены под функции майнинга, а возможно некоторые будут изменены. Что касается удобства и простоты в управлении, то могу вас заверить, что с джойстиками от ВКБ справятся даже трехлетние дети. Резюмируем. Продукция ВКБ в качестве комплекта Космосима и Гладиатор NXT это оптимальный выбор по сочетанию цена-качество-возможности. А лучше два комплекта, под левую и правую руку, для полного погружения и самых ярких впечатлений от отличных джойстиков. Ведь позитивные эмоции от настоящего погружения в полет, каким бы он ни был, это и есть то, что ждет каждый виртуальный пилот, когда следится за свой любимый симулятор. На этом все, а если вы хотите стать частью одного из самых активных и крупных сообществ в Star Citizen, мы вас ждем у себя. Для нас главное, ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео, и получайте 5000 внутриигровой валюты. На сегодня все. Спасибо, что были с нами.